А вообще страшно стало жить? Жить? Слово «война» слишком понятно объясняет, что происходит. Поэтому слово «война» у нас запрещено. Государство не может быть неправым. Если оно допускает какие-то ошибки, это перегибы на местах, но в целом все в порядке. Алло, а у нас представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, вообще в порядке? И привычка к беспомощности, она передается на генетическом уровне? Да, любой, кто творит что-то страшное, это какой-то другой, это какой-то не я, это какой-то нелюдь. Когда виноваты все, не виноват никто. Государство не имеет навыка отвечать за свои преступления. Поэтому почему бы их не повторить? Ваша книжка «Неудобное прошлое» внезапно в первый месяц войны стала бестселлером. Ее нет больше ни в одном магазине, это наш тайный экземпляр. С чем вы это связываете? Да, мне пишут, что ее разбирают вместе с Ханной Арендт. Хорошая компания. Да, такая пара. Но просто так получается, что рамка, в которой можно говорить о том, что происходит, мы в каком-то шоке, мы летим вниз, еще не долетели, и как об этом сейчас говорить не очень понятно. Но, в принципе, единственная возможная рамка разговора о том, как с этим быть потом, это рамка разговора о государственных преступлениях, преступлениях диктатур, с которыми общество разбирались постфактум. Оказывается, что другой, настолько подходящей рамки нет. В этом смысле она оказалась за неимением чего-то лучшего, какой-то самой подходящей, востребованной формой разговора. Николай, это вы придумали снимать на речном вокзале, и поэтому мы стоим перед зловещими цифрами 33-37. Мне кажется, это хорошая иллюстрация к большому разговору о том, как быть с сталинским советским наследием вообще. Потому что есть очень простые ходы, что от всего нужно либо отказаться, либо это все нужно радостно и с гордостью принимать, либо в этом нужно каяться, либо этим нужно гордиться. А вот эта вот картинка – это какой-то компромисс. Это хорошая иллюстрация того, что да, это все сталинское советское наследие, но от него нельзя просто избавиться, перечеркнуть, идти дальше в прекрасную Россию будущего. В преступных вещах нужно каяться, нужно называть их своими именами. А вещи, которые достойны того, чтобы светлые стороны, какие-то светлые страницы, их нормально принимать и идти с ними дальше. И вот это пример такой комплексы сложной истории. Это сталинская архитектура. Ее строили зэки, речной вокзал, и канал рыли зэки. Канал Москва-Волга – это объект Дмитлага. Это строил мой прадедушка, который, когда закончилась стройка в 1937 году, был расстрелян на Будовском полигоне. Вот, собственно, это вся сложность. Но при этом вас не смущает, что Москва-Волга, 33-37, и как дети гуляют, и это считается памятником архитектуры и знаковой точкой Москвы? По-хорошему, тут должно быть написано большими буквами, как и кем это строилось. То есть, да, с одной стороны, вот такая красота, а с другой стороны, у этой красоты вот такая вот кровавая начинка. И то, и другое, и есть вот, собственно, наша советская история. Это называется формула согласия, когда люди договариваются о том, как они будут жить с этим разделяющим прошлым, и договариваются о том, что вот мы берем это, берем это, называем плохие вещи своими именами, хорошие вещи своими именами. В России эта работа хотя бы начиналась? Да, это началось не в 90-е годы, как считается. Много чего было написано, много чего было сказано, и была первая оттепель, была вторая оттепель. Архипелаг ГУЛАГ, да, это же работа с этой памятью. А что вы считаете, первая оттепель, а что вторая? Первая оттепель – это 60-е годы, это хрущевская борьба с культом личности. Вторая оттепель – это конец 80-х и начало 90-х. И в 60-е, и в конце 80-х годов тиражи толстых журналов вдруг стали миллионными, именно потому, что был огромный запрос на публикацию о том, что это было и как это было. И это был большой процесс, затрагивавший в значительной степени все общество. Но дальше этот процесс оседлали, потому что, собственно, у нас этот переход от Советского Союза к постсоветской России был, так сказать, контролируемым. И те, кто этот переход контролировал, поняли, что этот разговор может завести слишком далеко. Он может привести к тому, что вообще государство нужно ограничивать в его насилии. Государство должно быть само подконтрольным. А вот этого государство у нас не хочет. Этот порог демократизации мы не переходили никогда. И вот, собственно, опасность разговора о государственных преступлениях, когда общество может получить возможность указывать государству его границы, вот этот разговор у нас и блокировался, и блокируется. Отсутствие практики разговора о государственных преступлениях, оно делает любые действия государства безнаказанными, а саму политику вседозволенной? В конце концов, да. Речь идет об иерархии, в которой интересы государства важнее жизни отдельного человека. А сила важнее ценностей. Хотя вроде бы пейзаж меняется, менялся. Россия переживала разные реформы и изменения, но всегда в какой-то момент мы натыкались на этот приоритет государственных интересов и силы перед ценностью. Нам нужно будет выбрать цвет. Черный? Черный. Ну, хорошо, значит, будет черный. В 2020 году вы написали книгу «Неудобное прошлое». Чувствуете ли вы сейчас себя внутри той истории, которую вы написали? Ты пишешь академическую книжку про лабораторные исследования чумы, и вдруг наступает эпидемия чумы, и твоя книжка оказывается востребована не как академическое исследование, а как практическое пособие. Некоторая привычка, приобретаемая в этих студиях к этим цифрам массового насилия и так далее, она немножечко заставляет выстраивать какие-то системы защиты. В этом смысле я чувствую, что при восприятии настоящего у меня работают те же системы, которые я включал, когда работал с материалом в связи с книжкой. В этом смысле, да, это ощущение, что вот то, чем ты занимался дистанцированно, теперь ты видишь, как ты находишься в этом вот прямо сейчас. И сейчас, когда говорят людям «выходите на улицы, остановите там то, что вам не нравится, протестуйте и так далее», вы лучше понимаете героев вашей книжки? Ну, я сейчас, наверное, буду говорить в основном про СССР, а не про все другие страны. Во времена сталинских репрессий же никто не протестовал. Да-да, это еще даже в виде претензии высказывалось в адрес евреев в Германии, в частности, евреями в Палестине, что в Европе остались те, кто не хочет возвращаться в землю предков и хочет как-то интегрироваться и так далее, что, в общем, не очень правильно, и вот евреи шли в концлагеря, не пытаясь сопротивляться. И вот эта претензия к евреям и вопросы, которые звучат к гражданам СССР, это вопросы извне, то есть изнутри очень понятно, что это так не работает. Сам террор в таком виде возможен именно потому, что авторы этого террора заранее выстроили всю инфраструктуру, когда это сопротивление невозможно. То есть выстраивание этой инфраструктуры – это предварительные условия. Большому террору предшествовали, в общем, годы завинчивания гаек. Это, в общем-то, не сразу произошло. Этому предшествовал террор гражданской войны. У рядового гражданина сознание того, что с тобой могут сделать все, что угодно, оно было некоторым базовым. И, что тоже важно, примеров эффективного сопротивления не было. Человеку важно всегда на что-то ориентироваться. И мы знаем, что истории про восстания в концлагерях – это и в Германии, и в ГУЛАГе – это, скорее, исключение. Привычка к безмолвию и привычка к насилию и привычка к беспомощности – она передаётся на генетическом уровне? Есть целое поле, которое называется исследование постпамяти, о том, как травма передаётся следующим поколениям. Тут любопытно то, что это работает именно как память. Дети пострадавших не могут физически это помнить. Но то знание, которое они об этом получают – это не просто информация. Это именно что-то среднее между знанием и памятью. Это очень на эмоциональном уровне живущее знание, зашитое довольно глубоко и часто уходящее на глубину туда, где живёт подсознание и так далее. Так же, как и память, это знание оформляет реакции человека в настоящем, потому что абстрактное знание из книжек нечасто определяет человеческие поступки. Нас определяют наши поступки и определяет память, какой-то базово лежащий на каком-то глубоком уровне страх. Вот то же самое знание о том, что государство с тобой может сделать, что за тобой могут прийти, и что с государством не стоит спорить, не стоит качать права и так далее. Вот эта правда живёт на уровне очень глубоком, и это штука, заложенная не моим личным опытом, а опытом предков. И известно, что это называется феномен третьего поколения. Переосмысление наследия гражданской войны в Испании началось внуками жертв, внуками тех, кто это переживал. Потому что, ну понятно, те, кто это переживал, либо лежат в могилах, либо у них слишком всё заблокировано. Их дети напуганы, и у них вот на этом самом уровне постпамяти это всё живо и мешает им что-то делать. А внуки оказываются уже в значительной степени более свободными. И есть много историй, как внучка раскрутила бабушку на то, чтобы судиться с государством и заставить испанское государство идентифицировать останки её мужа, то есть дедушки этой девочки. Ну и в Германии тоже поколение 68-го года. Это в значительной степени не дети, а внуки, и та реальная картина какого-то переосмысления не на уровне каких-то отдельных книжек, политических решений, а когда это стало общественным процессом в Германии в 80-е годы, это время, когда активными становятся внуки тех, кто это всё переживал. То есть на уровне второго поколения постпамять действует и действует блокирующе, а дальше появляется некоторая свобода по отношению к этому опыту, возможность его как-то критически осмыслять, ему сопротивляться и что-то с этим делать. Неудобное прошлое – это научный термин? У меня вообще-то было рабочее название, и оно бы сейчас хорошо смотрелось. «Никогда слэш снова» – это знаменитая формула, которая на воротах Бухенвальда была написана на всех языках, и потом стала таким уже мемом. Вот опыт того, как это происходит по всему миру, в общем, как эта работа с такого рода прошлым, происходит, что она необходима, чтобы это не возвращалось, но риск возвращения постоянно есть. Это вот не столько «никогда снова», сколько «никогда и снова». Выход на этот разговор всегда требует специфических усилий. про то, как выход на этот разговор оформляется в других странах, и как он мог бы быть оформлен у нас. Эта книжка, этот разговор. Эта книга, она не только о России. Там рассказывается о государственных преступлениях и в Польше, и в Аргентине, и в ЮАР, и где-то еще что-то забыла. В Германии. А, Германию забыла. И Японию. Собственно, главная идея была как раз в том, чтобы показать, что мы такие не одни. Самый главный мой вывод из того, что я сам узнал, когда ее писал, что для меня не было очевидным, что нельзя просто забыть. Опыт почти всех стран, которые с этим как-то имели дело, говорит о том, что просто забыть массовое насилие против своих граждан, просто оставить это в прошлом и двигаться дальше, не проговорив, не назвав своими именами, невозможно. Это будет вытесненная в подсознании травма, которая так или иначе даст о себе знать. Мы в этом не одни, это не уникальная наша ситуация. Когда я ее начинал писать, было ощущение, что вот есть мы с нашим уникальным опытом государственного террора, и есть еще Германия, которая вот покаялась. Пример Германии не помогает, а мешает, потому что это как вот... Вот ты плохо учишься, а Вася Петров из параллельного класса, вот он отличник. Тебе это никак не помогает учиться лучше, а скорее повергает тебя в депрессию. Пример Германии, у которых вот посмотрите, как у них здорово все получилось, он работает ровно так, потому что, во-первых, пример Германии к России, не применим это, совершенно особая ситуация, и вообще по мировым меркам уникальная, и Б, в Германии все было тоже очень непросто и заняло довольно много десятилетий, прежде чем они так называемо покаялись. Но это какая-то такая врожденная болезнь или благоприобретенная? Грубо говоря, у каждой страны есть шанс стать преступницей по отношению к своим гражданам? Или что-то должно быть в самом начале, что потом к этому обязательно приведет, и поэтому нужно все время делать прививку? Ну, вообще говоря, в мире больше диктатур, чем демократий. То есть, кажется, человек-существо падшее и грешное, и несвобода ему изначально органична. То есть, свобода и демократия и так далее – это результат некоторых последовательных усилий. Всегда. Это не само собой разумеющаяся вещь. Диктатуры, террор, насилие над самими собой – это, в общем, по меркам человеческой истории, не столько эксцесс, сколько норма. Чингдон, лонгчэн и фангчэн – два важнейших понятия в современном Китае. Первое – это проект «золотой щит». Это государственная система фильтрации информации в интернете. А второе дословно переводится как «перелезть через стену». Вбивая эту фразу в интернете, китайские пользователи получают набор инструментов, которые позволяют обходить цензуру. Например, VPN-сервисы. В нашей новой реальности VPN-сервисы тоже очень актуальны. И теперь они нужны не только для путешествий. Выбор таких сервисов огромный, и найти самый оптимальный – очень непросто. В моем телефоне установлен Surfshark. И сейчас объясню, почему. Во-первых, безопасность. Surfshark использует надежное шифрование и предотвращает утечки, чтобы никто не мог определить местоположение вашего подключения. Также здесь не регистрируют ваши действия. Серверная сеть оснащена только оперативной памятью. У сервиса больше 3000 серверов в 65 странах, поэтому всегда можно найти подходящую геозону, чтобы разблокировать нужный контент в конкретном регионе. Очень удобно, что приложение доступно для всех платформ. И по одной подписке его можно использовать на неограниченном количестве устройств одновременно. Сервис можно максимально адаптировать под себя и добавлять удобные функции. А если возникают какие-то вопросы, онлайн-поддержка доступна 24 на 7. Переходим по ссылке в описании, скачиваем VPN-сервис Surfshark и пользуемся интернетом безо всяких ограничений. А по промокоду Гордеева получаем скидку в 83% и три месяца в подарок. История, начиная со второй половины 20 века, как раз в значительной степени история о том, как из диктатур выходят. Хорошая новость, что с этим можно работать, и с коллективными представлениями можно работать. Это неданность. И прошлое можно переосмыслять. А переосмысление прошлого позволяет менять настоящее. Прошлое отличается от истории. История – это то, что было локализовано где-то там. Это, в общем, объект интереса академических историков. А память – это то, как прошлое, как история существует в сегодняшнем нашем дне, в настоящем. И это может отличаться от истории, как, например, очень отчетливо видно, как современная российская коллективная идентичность строится на память о победе в Великой Отечественной войне. Это не просто знание о войне, а знание исторических фактов. Это то, как устроено пространство вокруг нас. Мы идем с ребенком, гуляем по дворам, и вдруг натыкаемся на трансформаторную будку, на которой написано 41-й, 45-й, и там георгиевские ленточки и так далее. Я вдруг ловлю себя на том, что я уже не вздрагиваю. То есть к этому уже привыкаешь. Это военизированная память о этом прошлом, оформленная милитаристским образом, а настолько пронизывает наше настоящее. Что плохого в том, что на трансформаторной будке написано 41-й, 45-й, и вьется георгиевская ленточка? Это не случайный эпизод. Этого, во-первых, много в разных формах. Коллективные представления не берутся просто из воздуха. Если государство хочет построить образ прошлого, такой, какой ему нужен, оно не может просто взять его из воздуха. Действительно, память о войне – это одна из серьезнейших, может быть, серьезнейшая травма для действительно советского и постсоветского общества. И, наверное, главный объединяющий опыт. Но об этом помнить можно по-разному. Мы видим, что об этом есть соцопросы очень любопытные, что с начала двухтысячных День Победы перестает восприниматься как праздник частный, семейный. И все это воспринимается как праздник государственный, официальный, официозный. Отчасти это связано с тем, что просто уходит поколение, для которого это личная память, участники войны. Но параллельный процесс – это очень ощущается, что эта память оккупируется государством. И государство начинает подкручивать определенные тона краски. Отчетливый акцент на гордости, на потрясании, так сказать, оружием, можем повторить, он нарастает, очевидно, с середины десятых, собственно, с того же 14-го года. И после 24 февраля понятно, к чему все шло. Это вся история про иностранных агентов, устражение законов о митингах, отравление, посадка Навального и так далее, вытеснение оппозиции, цементирование публичного поля. Это все была подготовка к войне. Я не знаю. Может быть, это просто внутренняя логика усиливающегося авторитаризма, который по определению лишен внутренних сдержек и противовесованием ненужного он их отключает. Но сейчас, глядя из ситуации после 24 февраля, видно, что этого можем повторить. в воздухе настолько много, что, в общем, странно было бы, если бы это не разразилось бы войной. Потрясание оружием обращается в то, что это оружие начинает стрелять. Манипуляции с прошлым, они могут влиять на настоящее? Ну, конечно. То, что происходило с 14-го года с некоторыми мемориалами, в частности, с Катынским мемориалом. Да, это место, посещенное памяти о расстреле польских военных, частями НКВД. И после реконструкции там появился стенд, рассказывающий о преступлениях поляков. Это не прямо говорит, что, да, расстрела поляков не было. Говорит о том, что, а вот, а было за что. И главное, что государство таким образом преследует, и, в общем, как мы видим, довольно эффективно, это отключение вот этого самого навыка критического отношения к себе. Государство не может быть неправым. Если оно допускает какие-то ошибки, это перегибы на местах, но в целом все в порядке. И это транслируется дальше. Я сам не могу быть неправ. Я не допускаю разговора о своем семейном прошлом, как о чем-то проблематичном. И, соответственно, лучше вообще туда не лезть, потому что вдруг там может оказаться что-то сложное и требующее включения какого-то этого самого критического аппарата. Лучше туда не соваться. Эта самая манипуляция в прошлом призвана блокировать разговор критический и выкрутить на максимум вот этот нарратив гордости. Это в итоге ведет к довольно страшным, прямо страшным вещам. И на самом деле то, что происходит на Украине, что там делают российские войска, не неожиданность, а это прямо связано с памятью о… Сейчас попробую объяснить, как должно быть устроено, как может быть устроена память о преступлениях нацистов, о Холокосте и так далее. Как это работает в Германии. Это некоторые знания о преступлениях, которые призваны оформить публичное, общественно-политическое пространство так, чтобы выстроить систему моральных ориентиров. Вот мы помним об ужасе Холокоста, мы помним, какие популистские, политические ходы, пропагандистские ходы к этому привели. Настраиваем наш взгляд соответствующим образом на то, что происходит вокруг нас, чтобы не допускать дискриминации каких-то меньшинств, каких-то групп, не выстраивание представления о каком-то другом, как о враге, недопустимость расчеловечивания. То есть память о нацистском прошлом для Германии, для человечества вообще, это способ настроить систему моральных запретов, чего мне делать нельзя, чтобы это не повторилось. А как это начинает работать, если у нас выключен критический аппарат и предельно выкручен в тумблер гордости. Фашистами и нацистами, и преступниками начинают считаться какие-то другие, которые вот эти все ужасы творят. Я ни в чем не виноват, я борец с фашизмом и нацизмом, я победитель, освободитель и так далее. Вся эта память настроена на то, чтобы помнить о том, какой плохой другой фашист. Так, кстати, была устроена, например, память о Третьем рейхе в ГДР. Там все нацистское прошлое было переадресовано в сторону ФРГ. И я напомню, Берлинская стена называлась официально на пропагандистском языке антифашистский вал. То есть Берлинская стена на самом деле защищала демократическую Германию от недобитых фашистов, которые были с той стороны. И получается, что эта память, которая должна работать как система моральных запретов мне, работает наоборот как система, отменяющая мораль. Как так получилось, что самые такие, наверное, знаковые и негативно окрашенные слова, как фашисты, нацисты, они сейчас опять всплыли и они оказались применимы к Украине? Ровно потому, что это единственный понятный язык, которым работает пропаганда. Другого, собственно, понятного широким массам врага у нас не существует. Логичным образом врагом и фашистом оказывается тот, с кем в настоящий момент у нас конфликт. Это в принципе так работает. В нашей ситуации эти самые коллективные представления о враге используются, чтобы эту ненависть возгреть и обратить на избранный объект. Вся книжка про то, что мы такие не одни, многие страны через это проходили. Но вот по длительности пребывания вот в этой ситуации насилия наш пример ну, возможно, уникальный. И тут тоже отдельная проблема, что социология не очень меряет, как это в принципе влияет на общество, которое живет поколениями вот в этой ситуации насилие, уничтожение лучших, торжества худших. Социологи умеют мерить какие-то всплески, какую-то кратковременную динамику. Аристотель говорит о музыке сфер, почему вселенная звучит, звучит очень красиво, почему мы ее не слышим, потому что мы уже в ней рождены, это как бы некоторый базовый звук, в котором мы живем. Вот точно так же нам трудно сравнить себя с какой-то нормой. Настолько давно распрощались, что возвращение себя к норме, к ценностям с приводливостью, законности, что такое хорошо, что такое плохо, всегда требует некоторого усилия. Окружающая реальность не возвращает нас к норме, окружающая реальность скорее напоминает о чем-то другом. Кстати говоря, любопытно, что в русском языке в принципе нет аналога термину, слову английскому resentment. Resentment это реакция на несправедливость, это моральное возмущение. Ну, в русском языке есть слова отторжения, ненависть, возмущение, но вот именно это нравственная категория, когда творится нечто очевидно несправедливое, что во мне это рождает. Специального слова нет, тогда как в англоязычной моральной философии есть целая литература о том, что моральное возмущение не только нормальная реакция на несправедливость, говорить, что то, что происходит, ужасно, я это ненавижу, я ненавижу тех, кто это делает. это не какой-то эмоциональный эксцесс, а это некоторая здоровая реакция морального существа на несправедливость, и это такой крик, способ протестировать сооружающую реальность. Алло, а у нас представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, вообще в порядке, мы в какой системе координат находимся, происходит несправедливость, алло, я кричу, я хочу услышать ответ, что да, все с тобой в порядке, ты правильно реагируешь. У нас окружающая реальность отзывается гробовым молчанием обычно на демонстрацию возглашения этого самого резентмента. все опыты стран, которые здесь осмыслены в этой книжке, они более-менее говорят о том, что больше никогда возможно только при одном условии, когда действительно происходит осмысление и действительно какие-то действенные вещи типа иллюстрации. Правильно ли я поняла, что в России самой главной проблемой стало отсутствие иллюстрации и какого-то внятного государственного взгляда на преступление прошлого? Власть от Советского Союза к постсоветскому государству происходила через реформы экономические. То есть было решено не реформировать государство политически, не реформировать силовые структуры и так далее. Во главе государство стало человек выходец из советской же номенклатуры. Не было возможности эти политические реформы производить, потому что эти же люди оставались у власти или оставались приближенными к власти элитами. И было решено действовать косметически, действовать, облагораживать так сказать быт, экономическую реальность. А политические институты подстроятся. Экономические реформы вместо политических. В общем вся советская инфраструктура осталась в действии, в том числе силовая, репрессивная и так далее. Кроме того, не было запущено широкого разговора в обществе про это, про все. В тех обществах, где этот разговор получился, был некоторый общественный консенсус о том, что хорошо, что плохо. У нас этого разговора не было. в 90-е годы он начался, вот то, что мы назвали второй оттепелью. Был запрос на это снизу, но довольно быстро болезненность реформ отодвинула разговор о вот этом трудном прошлом на второй план. довольно большая часть общества чувствовала себя от этого разговора отодвинутым. Было ощущение, что нам внедряют чувство вины, что нас принудительно заставляют оценивать большой кусок нашей истории как исключительно черный и так далее. Это было не результатом какого-то публичного разговора, это было некоторый такой спускаемый сверху норматив. Появились обиженные и потом с начала двухтысячных эта обида начинает раскручиваться в сторону такого вот государственнического, патриотического, некритического подхода к себе. Все, поговорили про вину, хватит, это ни к чему хорошему не ведет, больше об этом говорить не будем. Этот разговор был в какой-то момент заблокирован, а изначально не был поддержан. Если в России когда-нибудь, сейчас понятно мы говорим о ситуации, когда мы находимся в ситуации шока и травмы, травматизации, если этот разговор когда-нибудь будет возможен, этот разговор должен быть завязан вокруг каких-то простых тезисов, о которых общество может сравнительно легко договориться, что жертв было столько-то, и это оценка 19 миллионов 700 пострадавших не считая гражданскую войну с 19 по 53 и из них 2,5 миллиона убитых, не считая голод, который тоже был отчасти спровоцирован государственной политикой. Договоренность о цифрах, договоренность о том, что государственный террор это преступление, то есть такой простой тезис о том, что это не некоторая оправданная жертва во имя каких-то достижений. Тезис о том, что такая модель использования принудительного труда неэффективна. Это тоже важно, потому что на мифе об эффективности ГУЛАГа строится в значительной степени его оправдание. Вот несколько простых тезисов, о которых изначально общество могло бы договориться. То, что написано в Сандармохе на этом камне «Люди, не убивайте друг друга». Убивать друг друга нехорошо. Это некоторая такая довольно базовая вещь, о которой не договорившись. В общем, можно как-то жить. но это будет жизнь вот примерно такая, которую мы наблюдаем. сейчас люди, которые пытаются рефлексировать и которые видят фотографии из Бучи, они говорят, это точно не мы, это какие-то другие люди. вот это точно не я, не моя семья, я не знаю этих людей. Но ведь это же неправильно, это же точно такие же люди, которые живут рядом с тобой, ездят с тобой в метро или на автобусе, в маршрутки и так далее. Как осознать, что с ними случилось, что они стали способны на такое? Вот это такое расчеловечивание, которое происходит в режиме реального времени. Имеет ли оно предпосылки в том прошлом, которое не было отрефлексировано? Да, не случайно важный разговор про национальное примирение, про то, что договориться, вообще говоря, внутри себя, после такого рода ужасных вещей, о которых мы все время говорим, говоря о трудном прошлом, примиряться нужно, оказывается, не только с тем государством, с которым, если это война с каким-то государством, не только с этим государством, но примиряться нужно обществу внутри себя. Общество внутри себя всегда бывает разделено в результате таких историй. В результате всего этого нашего прошлого у нас отлично отработан навык разделения, атомизации, отделения себя от любого неприятного опыта, от множества, с которым я не хочу иметь ничего общего. И навык диалога, какого-то возможности договориться, возможности говорить о том, что и вот эти представители какого-то множества, которые ведут себя совсем не так, как для меня приемлемо и понятно, что они вообще-то тоже часть социума, в котором нам нужно договариваться. С этим навыком как-то довольно плохо. Очень легко работает вот эта штука, что любой, кто творит что-то страшное, это какой-то другой, это какой-то не я, это какой-то нелюдь. Вообще говоря, это движение расчеловечивания оппонента, оно нужно же для того, чтобы отключить моральные запреты относительно того, кто чудовище, будь то враг, будь то представитель какого-то твоего же социума. Как бы можно все. Тогда как разговор о проработке травматического опыта, принятии его, это собственно обратное движение, это движение вчеловечивания другого, противника, оппонента, довольно легко говорить, когда мы видим ужасы из фотографий из Бучи, что это делали какие-то звери, и я не хочу с этим иметь ничего общего, и либо мне стыдно за то, что я русский, либо я уеду и больше не буду иметь с этим ничего общего и так далее. Это собственно движение отстраивания от тяжелой реальности, а оно противоположно какому-то принятию и проработке. Отстраиваясь, я только консервирую на самом деле проблему, не решаю ее. Если мы говорим про ответственность, вообще говоря, это разговор о том, чтобы понять, что такое вообще российская армия сегодня, что в значительной степени это результат социальной катастрофы, которая последние десятилетия в России разворачивается, когда жители больших городов, где получается благополучие какое-то наладить, какой-то экономический рост и так далее, совершенно выключили из своей картины мира малые города, провинции и так далее, где, в общем, все социально довольно ужасно и где немного социальных лифтов каких-то. И армия, вообще говоря, контрактная армия, это социальный лифт, один из немногих. И когда люди из среды, в которой нормально пьянство, нищета, домашнее насилие, выбирают этот самый социальный лифт, очень трудно в такой ситуации сохраниться как моральный субъект. К тому же, когда мы знаем, что в ситуации войны дополнительно отключаются моральные запреты, когда у тебя и так все не очень благополучно по понятным объективным причинам воспитания среды и так далее. Тебе еще разрешают делать все, что ты хочешь, когда ты знаешь, что твой оппонент это нацист, и тебе рассказывают, что это нацисты, а против нацистов можно все, это то же самое движение расчеловечивания. Происходит, в частности, то, что происходит в Буче. И я специально хочу сказать, что если мы говорим об ответственности, то ответственность в том числе наша в том, что мы в какой-то момент выключили из своей картины мира вот эту очень неблагополучную Россию, малых городов, моногородов, деревень и так далее. Понятно, что государство в какой-то момент забило на развитие этой части реальности, но и общество в общем вполне себе это приняло. Сейчас ведутся большие дискуссии про ответственность и вину коллективную и личную. И часть голосов говорит о том, что нет никакой коллективной вины, есть персональная ответственность, а другая часть говорит, что есть и коллективная вина, и коллективная ответственность России как общество, как социума, как национальности. Перед этими вопросами о вине и ответственности уже общество вставали. В Германии довольно хорошо это получилось прописать, когда сначала Карл Ясперс, потом Ханнарнд очень четко разделили во-первых типы вины, а потом отделили вину от ответственности. И это не схоластическая такая штука. Они говорят о том, что вина бывает только личная. Говорить о вине коллективной это во-первых идти на поводу у архаических представлений, в которых существует кровная месть, сын отвечает за отца и так далее. Во-вторых, это просто практически бессмысленно, потому что если мы говорим, что некая общность, народ виновный, окей, что с этим делать? Если виновен конкретный вот этот человек, его можно привлечь к ответственности. Есть конкретное преступление, за которое мы можем с него спросить и каким-то образом наказать. Если мы части какой-то политической структуры, граждане государства, государство принимает ошибочные решения. И я как гражданин этого государства просто по факту испытываю на себе результаты этой ошибочной, неудачной, преступной политики. это моя по факту политическая ответственность за то, что я либо выбираю эту власть, либо не сопротивляюсь этой политике. То же самое касается, если государство совершает преступления, а в ответ на эти преступления, например, в моей стране закрывают Икею или Макдональдс и так далее, это не вопрос вины. Я встречаюсь с последствиями решений, принятых на уровне государства, как гражданин этого государства. То есть, я в этом смысле несу политическую ответственность. Да, еще одна важная вещь. Аронд про это специально настойчиво писала, когда в 50-е, 60-е годы начала быть хорошим тоном, говорить о том, что мы все виноваты. То же самое, кстати, происходило в начале 90-х, когда стала модной тема покаяния в Советском Союзе и постсоветской России. Когда человеку говорили, вот ты на съезде с писателей выступал против Пастернака, ты виноват. Говорят, ну вот да, окей, я виноват, но виноваты и все, кто сидели там, и виноваты вообще все, кто молчали. Вообще все общество виноват. И Арнт про это в Германии писала, и у нас про это писали в 90-е годы, что когда виноваты все, не виноват никто. Размазывание вины на самом деле не только ошибочно логически и непрактично, потому что не имеет какого-то конкретного результата, но и вредно, потому что уводит от разговора о вине конкретных людей, которые называемы, категоризируемы и так далее. Соответственность в неюридическом смысле. Все очень интересно и важно, потому что опыт 20 века показал в общем вполне однозначно, что разгребать навороченное получается очень плохо, если это делают из-под палки. В Германии была эта политика, проводимая союзниками политикой денацификации, когда немцам принудительно объясняли, как плохо они себя вели, показывали фотографии жертв, заставляли разгребать трупы в концлагерях и так далее, потом заставляли проходить процедуру, доказывать, что они не сотрудничали. И это рождает исключительно негатив, воспитывает цинизм, коррупцию и так далее. А реальное разгребание последствий начинается только тогда, когда разговор о вине, накладываемой внешними силами, переключается на разговор об ответственности, которую беру на себя я сам. А реальная работа начинается, когда я оказываюсь субъектом этого разговора. Заставить производить любую внутреннюю работу, тем более такую сложную, как покаяние, переосмысление прошлого, заставить извне невозможно. Это может быть только внутренним импульсом. И вот этот внутренний импульс, это и есть ответственность. Ответственность на себя берут, в отличие от вины, которую накладывают. Она изначально частная, но она может превращаться в работу общества. Тогда можно говорить о коллективной ответственности, как о коллективной работе с прошлым. Как вы относитесь к закону, который недавно приняла Госдума о запрете на сравнение фашистской Германии и СССР? Почему-то вдруг он сейчас возник. Это вот такая лакмус-рубашка, которая очень точно диагностирует, где наше государство находится с точки зрения на этой шкале от демократии к диктатуре. Это больной, который не очень хочет, чтобы его диагностировали. И чем точнее это оборудование, тем оно опаснее. И вот мы видим, что когда государственные стихии начинают все отчетливее существовать, как такое мобилизационно военизированное, тоталитарное, оно действительно неизбежно начинает быть похожим на самые яркие образцы такого военизированного тоталитаризма, в частности, Третий Рейх. И эти сравнения слишком, так сказать, могут быть точными с точки зрения диагноза, и поэтому они опасны. Слово «война» слишком понятно объясняет, что происходит. Поэтому слово «война у нас запрещена». Это та же самая логика. Интересно, они запретили сравнить СССР именно с Германией, не нынешнюю Россию, а СССР. Меня это удивило и, наверное, поразило. Да, потому что если у нас включен в этот критический аппарат отстраивание от ошибок преступлений прошлого, проработки их, мы можем воспринимать то государство преемником, правоприемником, которого мы являемся, как не себя. Если же у нас этот аппарат отключается, то мы наследник и продолжатель этого самого. А почему так важно для нынешней власти эта длинная-длинная цепочка преемственностей? Я думаю, что все знают историю про то, как в 2018 году праздновали столетия УГПУ, ВЧК, НКВД, КГБ и теперь ФСБ. И оказалось, что длинная для них непрерывная линия, которой они страшно гордятся. Потому что отречение будет означать переосмысление себя, переосмысление принципов, на которых все эти структуры существуют. И главным образом это означает разговор об ответственности. Разговор об ответственности предполагает невозможность вседозволенности и обязательную подконтрольность. когда вы начали писать эту книжку, это была какая-то личная история, которую вы хотели расследовать, объяснить себе, упорядочить? Или это был чисто научный интерес? Интерес общественно-политический был первым, а потом как-то все начало складываться в цельную картинку и личная история подтянулась. Я попал в газету ведомости, не имея журналистского образования, и как-то вдруг очень явно увидел то, о чем как-то знал на уровне каких-то общих тезисов, что вот если нечто не прожить, то это будет возвращаться и так далее, и так далее. Но просто звоня каким-то спикером, выясняя что-то про то, как работает российское государство, это были как раз с 13 по 17 годы я там работал. Я просто увидел, насколько рефлексы и советского, и конкретно сталинского прошлого продолжают действовать, что это прямо вот такие родимые пятна, которые прямо присутствуют в системе принятия решений, в системе работы с обществом, в реакциях общества. Просто это хотелось свести в какой-то общий картин и описать. Тут помогло уже скорее то, что мой дед был как этнический немец в 41 году выслан из Москвы, сначала в Казахстан, потом мобилизован в трудармию и сгинул в Сеф-Урал-Лаге. Документов нет, есть только учетная карточка, где сказано, что он освобожден и примерно в это же время есть письмо о том, что он умер. То есть, это актировали людей, когда было понятно, что человек не жилец, его освобождали, чтобы не портить статистику. Вы для себя на свои вопросы внутренние ответили? Ну, я как-то свел концы с концами. Я понял, как выглядит работа с такого рода прошлым, как должно это быть устроено. Но какие-то вещи, которые мне мешали, на которых я стопорился, например, в вестибюле одного из выходов из метро Курска, восстановили эту строчку из гимна «Нас вырастил Сталин на гордость народу». Ну, восстановили историческую правду, вот восстановили эту строчку. Она там была, делали ремонт. И вот я до сих пор не могу ходить через этот вестибюль, да, по-хорошему. Там должна быть табличка, которая должна указывать, что вот этот самый Сталин, который вот тут воспевается, да, вот на его совести столько-то миллионов жизней. Вот. И тогда эта картинка, эта строчка как-то выстраивается в какую-то адекватную картину. А пока этого нет, это фактически оправдание преступления. вот как в этой ситуации жить психологически, это по-прежнему проблема. здесь над речным вокзалом по легенде золотая звезда со Спасской башней. Это правда? Да, это один из мифов. Она очень похожа на те, что были над Кремлем в начале. До Рубиновых. До Рубиновых, да. И совпадают годы, потому что кажется, вот собственно в 37-м же их стали менять на Рубиновые. То есть были Орлы, потом Орлы поменяли на звезды вот такие вот медные, а потом стали менять на Рубин. И в 37-м же водрузили тут на шпиль эту звезду. Но это звезды разные. А разные? Если приглядеться, то они разные и даже ее туда поставили до того, как начали снимать с кремлевских. Но кажется, это единственное место в Москве, где можно посмотреть на звезды, похожие на те, что были на Кремле. Вот у меня смешанные чувства. С одной стороны, здание действительно красиво, с другой стороны, мне здесь не хватает каких-то маркеров о том, как это все было сделано и какой ценой. Вся работа с трудным прошлым, она про то, чтобы так маркировать коллективную память, чтобы обращаясь к этому наследию, мы видели напоминание о том, какой ценой это все было сделано. вот у нас был ГУЛАГ, у нас есть целая страна, выстроенная вот этой парадигмой, генплан Москвы сталинский. Мы живем в этой архитектуре, это просто один из примеров. Просто срыть это все невозможно, это не разговор. А следовательно, что тогда делать? Довольно большая часть общества хотела бы просто бесконфликтно это принять. Вот мы тут живем и живем, и хорошо, но мало ли что там было, какие там были проблемы. Не надо ворошить прошлое вот этого. Вот и то, и другое невозможно. Второе кажется проще, но опыт показывает, что нельзя, что эта травма, которая загоняется в подсознание, она все равно вылезает. То есть если там под этим какая-то кровь и какие-то преступления, просто молчать нельзя. Просто срыть и сделать это небывшим тоже невозможно. Это комплексное решение этой задачи, это компромисс. У нас вот это есть, мы громко пишем большими буквами, как это было построено. У нас есть здание МГУ, которое тоже строили зэки. Оно памятник архитектуры. Хорошо бы поставить напоминание о том, как и кем это было построено. Это архитектура, это часть истории, тут жили люди, это снято в каких-то фильмах и так далее. Оно присутствует, оно формирует публичное пространство, оно что-то говорит. Пусть среди того, что оно говорит, будет сказано и о его родословном. чем интереснее и объемнее этот рассказ, тем по идее это и лучше звучит, и лучше привлекает туристов и так далее. Тут сразу все время сталкиваются два нарратива о том, что не нужна эта развлекательная такая история, зачем смущать и так далее. А это вопрос именно того, как устроены коллективные представления нынешней. Отсутствие критического взгляда на себя ведет к всяким ужасам и к тому, что в пределе вот это максимум никогда снова деградирует и превращается в максимум «можем повторить». Критический навык взгляда на себя и на свою историю лучший способ гарантировать от повторения совершенных преступлений. Когда мы эту возможность критики выключаем, происходят неконтролируемые вещи, вырастает в конечном счете диктатура и так далее. Ведь память о гостерроре в конце концов по большому счету о трудном прошлом. А гостерроре или о трудном прошлом? Или это одно и то же? Нет, нет. Трудное прошлое это прошлое, которое виноваты не внешние силы, а мы сами. Великая Отечественная война или Вторая мировая по большому счету. Это терминологически вот в работах следователей памяти не называется трудным прошлым, потому что это внешняя агрессия. На нас напали, понятно, как с этим разбираться. А ГУЛАГ это трудное прошлое, потому что это виноваты то сообщество, к которому я принадлежу. И с этим разбираться гораздо сложнее. Эти вещи всегда так или иначе замалчиваются, блокируются, вытесняются. Это не российская специфика. Тут важно как раз понимать, что мы не какие-то одни такие уникальные. В широком смысле вся эта дисциплина memory studies, почему они так начали взрывным образом расцветать в конце 20-го, начале 21-го века. Потому что стало понятно, что это не про историю, это про настоящее. И мемориал, общество, мемориал, и какие-то памятники жертвам, экспозиции и так далее важны. Не просто потому, что нужно помнить, нужно похоронить жертв. Это вообще говоря очень важная такая вшитая в общественно-политическую конструкцию штука, которая постоянно проверяет, а не сваливаемся ли мы в диктатуру, не движемся ли мы опять к ситуации, когда государство абсолютно не контролируемая сила, которая может легко переступить черту и начать творить черт знает что. Исходя из вашего опыта, то настоящее, которое сейчас мы имеем в связи с войной в Украине, когда оно станет тем прошлым, с которым можно будет работать, и каким образом это прошлое можно будет осмыслить, принять и залатать те раны, которые сейчас наносятся прямо отношением и между людьми, и между странами, и вообще между жизнью. Ну да, тут нужно сказать дисклеймер, что в принципе этически проблематично говорить, находясь сейчас в ситуации войны, о том, как мы будем потом ее разгребать. Тогда давайте с простого. Как обычно ведут себя режимы по отношению к тем насильственным вещам, которые они совершают? Какой есть процесс принятия зла, которое сотворил режим? Есть даже картинки, схемы и так далее, что для начала насилие должно закончиться. Субъекты этого разговора, общество, должно чувствовать себя в безопасности. Я думала, вы скажете умереть. Нет, оно должно чувствовать себя в безопасности, потому что это как работа с травмой. Терапия не может вестись, если жертва не чувствует себя в безопасности, не чувствует себя изолированной от насильника. Пострадавшие и разделенные внутри себя общества тоже должны быть освобождены от насилия любого от давления, тех, кто хочет их перевоспитать, от давления тех, кто хочет их наказать или научить правильно, как себя вести. Должно быть остановлено насилие, субъекты этой работы должны чувствовать себя в безопасности. и дальше первое должны быть приняты, признаны публично факты того, что произошло. Всегда это не аномалия, а закономерность, когда любые преступления сначала молчат, потом мифологизируют, говорят, что либо нас там не было, либо они сами, либо это все выдумка. Затем наступает признание фактов. Дальше следующий этап это разговор о компенсациях, каком-то торге, о том, что если я хочу быть допущенным в международную политику, я должен каким-то образом признать то, что я сделал, идти на какие-то уступки. Это в завалированном виде те же самые компенсации. Затем это принесение извинений и затем это выстраивание мемориальной политики в образовании, в памятниках, в календаре памятных дат и так далее. Призвано зафиксировать память об этом как определенным образом заряженную. мемориал жертвам политических репрессий призван зафиксировать, что государство так делать не должно, что оно признает, что это было и по-хорошему это повторять не нужно. Вот последовательность и арсенал шагов они такие. Сколько лет, как вы думаете, займет процесс признания, примирения, покаяния, связанные с тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной? Не знаю. Это зависит от политической воли тех, кто будет стоять во главе России прежде всего. И можно так сказать, что мировой опыт говорит, что примиряться при желании и при наличии политической воли получалось после самых ужасных вещей. Облегчает это примирение, если общества цивилизационно близки, а если общества цивилизационно не близки, это процесс затрудняет, например, колониальные преступления Бельгии в Конго, пример цивилизационной неблизости. Эта работа начинается только сейчас, потому что это, в общем, разное общество, это разные картины мира, разные ценности. Даже Германия и Израиль были достаточно цивилизационно близки, чтобы находить общий язык, и Аденауэр с Бен-Гурионом очень мило беседовали уже в начале 60-х годов. Ну, тут только поправка, возвращаясь к тому, что, смотря кто стоит во главе государства и какая политическая воля, все-таки, Аденауэр был антифашистом во время войны. С Украиной у нас нет цивилизационного разделения, да, мы как общество близки друг к другу, мы говорим на одном понятийном языке, у нас есть возможность договариваться, у нас есть возможность говорить на одном языке, мы не Бельгия и Конго, да, но нужно, чтобы на это была политическая воля, нужно, чтобы власть в России сменилась, нужно, чтобы государство продемонстрировало волю к вот всем тем шагам, о которых я сказал, признанию фактов того, что случилось, перенесение извинений на государственном уровне и так далее. Это работает, на самом деле, только так. Что должно сперва произойти, примирение внутри общества российского или внешнее примирение, например, с Украиной? Чем больше людей вовлечено в преступления, причем это на самом деле на разном уровне, в разной степени, да, военные преступления на поле боя и национализация каких-нибудь компаний, и то и другое это превращение в соучастников преступления большого количества людей. Им уже становится есть что терять, и даже если не говорить о какой-то ответственности юридической, для них дальнейшее движение в сторону примирения оказывается усложнено тем, что для начала нужно вот эти все механизмы блокирования, признания того, что ты делаешь, отключить. И это сильно усложняет и затрудняет всю работу. Вот это ощущение, что мы в одной лодке, и нам либо вместе выплывать, либо вместе идти ко дну, и разговор об ответственности в этой картине мира воспринимается как идти ко дну. Как каяться в том, что не проговорено и что вообще не принято за общую вину? Вопрос о покаянии все еще стоит в России остро? Штука с покаянием в том, что это очень личная и частная вещь. И это довольно трудно переносится на коллективный уровень. Не случайно слово покаяние это слово из религиозного языка. А религия по-хорошему занимается частными личностными практиками. С покаянием проблема в том, что оно не может быть коллективным. Как только мы сегодня говорим о коллективном покаянии, начинаются злоупотребления. Почти всегда проекты коллективного покаяния превращаются в идеологизацию очень тонких вещей. Это всегда рождает отторжение, неприятие. В 91-м году была статья Михаила Ямпольского «Изнасилование покаяния». Он собственно говорил как раз о том, что когда эти тонкие вещи, которые должны быть личностными, превращаются в какую-то моду и в какую-то общественную компанию, это всегда так или иначе принуждение, а в таких тонких вещах это не работает. Кроме того, еще одна тонкая штука, что это способ пнуть сотоварищей по коллективной общности, потому что христианство призывает быть непримиримым к собственному греху, покаяние это такое осуждение собственного греха и себя, как того, кто его створил, и быть милосердным к другому, к ближнему. Когда же я говорю, что каемся мы, я очень легко переключаю в это мы, значит, каких-то козлов, политиков, редисок из соседнего информационного пузыря, которых я включаю в это самое мы, поскольку свой грех можно называть, не стесняясь себя в средствах и выражениях. Я таким образом пинаю этого самого другого, которого я в свою общность включаю. Люди каются не за то, что они сами сделали, а за то, что вот сделал мой дедушка и вот сделал весь русский народ, например. Происходит вот это размывание недопустимо, это как раз включается логика коллективной вины. Кается может только отдельный человек. Государство может приносить извинения, и это не нужно путать с извинениями, когда на частном уровне мы ссоримся, мы просим прощения и так далее. прощение, покаяние, ответственность, когда эти разговоры оказываются апроприированы государством, они рискуют превращаться в идеологию, в какое-то насильственное вовлечение людей в какую-то работу, а таким образом эти тонкие вещи не функционируют. Поэтому государство может приносить извинения, это политическая декларация того, что я больше не тот, кто эти преступления творил. И государство может принимать ответственность, выстраивая какую-то инфраструктуру компенсаций, реабилитации жертв, осуждения виновных и так далее. Вы ходите со стикером «Пацифика». С «Пацификом», да. Часто ли к вам в метро подходят полицейские? На третий, наверное, день войны. Я понял, что мне неуютно, если я никак не свидетельствую о своем отношении к происходящему. И я просто наклеил этот скотч малярный. Я смотрю на реакцию встречных людей. Может быть, просто люди не очень знают, что такое «Пацифика». Не знаю, но люди, многие не реагируют никак. Молодежь часто реагирует сочувственно, там улыбается и так далее. А в метро никто никак не реагирует. В какой-то момент мы с дочерью, дочь захотела пойти на одну из акций, и она совершенно летняя, но я ее не отпустил, пошел тоже с ней. В какой-то момент космонавты там перерезали в движение, и мне нужно было понять, а где можно идти. Я просто к ним подошел с вот этой штукой и спросил, а где вас обходить-то? Они мне любезно сказали, где обходить. Я уверен, что если бы там было написано «Нет, войне», реакция была бы другая. Поэтому я не списываю это на мягкость тех, кто на это не реагирует, а скорее на необразованность. Вообще страшно стало жить? Жить? Хороший вопрос, потому что я в первый же день 24-го написал письмо моему знакомому, который 30 лет работает в таком городке Освенцим. Он немец, который под влиянием своей немецкой вины поехал сначала в Израиль с детьми инвалидами работать, а потом Освенцим в музее Аушвиц. Он стал священником, и мы там 30 лет работаем. Немец. И я ему написал письмо, чтобы он написал своему соотечественнику из 1939 года. Первый пункт был «Не бойся». Это очень интересно, потому что тут видно, что это не абстрактное знание о диктатуре, Ханна Арендт и так далее, но в быту тоталитарных государств, изнутри этого быта это важное свидетельство, что главное справиться со страхом, потому что страх не позволяет трезво оценивать ситуацию, принимать решения, понимать кому сейчас нужна твоя помощь и так далее. Я просто понял, что это правильная точка приложения силы. Я не знаю, справился я с ним или нет, я в какой-то момент просто понял, что... ну, как-то я перестал вжимать голову в плечи. Когда я как-то перестал об этом думать, я почувствовал, что мне стало не просто, ну, легче, и главное, я как-то как, мне показалось, стал видеть не, так сказать, свое смятение, а внешний мир вокруг себя более отчетливым. Потому что действительно страх парализует и мешает. Считаете ли вы, что то, в какую ситуацию Россия попала сегодня, действительно связано с тем, что большого осмысления того, что происходило там в годы Большого террора в России не случилось? То есть есть ли прямая связь между этими событиями? В России на уровне массового сознания есть представление о том, что государство творило массовое насилие против собственных граждан, и ему ничего за это не было. Государство этот ресурс, эту память приберегает. Оно у него есть, и в случае чего государство именно что, не отстроившись от него, не квалифицировав это как преступление, не попросив прощения, не выстроив систему, так сказать, сдержив себя от возвращения к этому. Государство, когда ему нужно, напоминает о том, что оно в общем в случае чего может и включить 1937 год. И если государство обладает правом на неограниченное насилие, за которого с него не спросятся, в какой-то ситуации государство может повести себя как полноценный, полномасштабный преступник, потому что оно знает, что память о государстве как о преступнике, оно есть, оно правоприемник и наследник того преступного государства, которое все творило в сталинские годы. Государство не имеет навыка отвечать за свои преступления, поэтому почему бы их не повторить? Почему зная этого не уезжаете из России? Это очень личный вопрос. Здесь мой дом, я считаю эту страну своей и не хотел бы отдавать ее им. У меня было несколько развилок, когда я мог это решение принять и для меня было важно, что я ассоциирую себя прежде всего с русской культурой. Я не хочу быть представителем русской культуры в диаспоре. У меня есть возможность выстраивать немецкую идентичность или еврейскую, еще какую-то английскую, но жить не в России и мыслить себя россиянам, нести в себя эту идентичность, не живя здесь, я не хотел бы. А прощаться с российской идентичностью мне не хочется, она мне дорога, я из этого состою. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Я не чувствую эту пару как оппозицию. Когда касается вещей частных, личных, я христианин, я скорее выбрал бы милосердие. Когда мы говорим об общественно-политическом измерении, я бы выбрал справедливость. Свобода или стабильность? Просто эта пара так часто звучит в качестве антиномии, и все время встречаясь с ней, хочется сказать, что это не антиномия. Для меня первична свобода, в результате свободы наступает и стабильность. Правда или безопасность? Все, что я знаю про работу с трудным прошлым, говорит о том, что как раз правда выстраивает открытие правды и договоренности примирения на основе этой самой правды дает и стабильность, и безопасность. Я очень люблю пример, где-то я вычитал про Аргентину, где с каждым годом было все больше исков против государства за государственные преступления времен хунты. Конец 70-х, начало 80-х. И где-то порядка в 18-м году число исков к государству достигло какого-то исторического максимума. И при этом доверие граждан к государственным институтам тоже достигло максимума. я сужусь с государством, когда я доверяю суду как институту. Это не противоречит. То есть, у нас вот это довольно глубоко вшито, что не нужно трогать прошлое, не нужно включать критику. Критика опасна, потому что она расшатывает лодку. Нет, блокируя механизмы критические, судебные, мы как раз вытесняем проблему куда-то и она так или иначе где-то зреет и что-то разбалансирует. Когда мы имеем возможность судиться с государством, мы таким образом с государством налаживаем отношения, а не раскачиваем лодку. Родина или истина? Это все и то, и другое для меня скорее слова лозунги. Я не очень люблю большие слова. Где мы с вами увидимся через год? В мире, в котором нет войны. Точно? Я практически уверен, что то, как это разворачивается, не может разворачиваться долго. Что будет потом, я не знаю, но эта фаза через год закончится. В не ничего не ничего не . Субтитры создавал DimaTorzok